Всем привет, добро пожаловать на мой канал. В этом видео я вам расскажу, какая сейчас обстановка в Риме. Я сюда приехала на несколько дней, поэтому если вам интересно посмотреть, что происходит в этом замечательном городе, то продолжайте смотреть эти видео. Поехали! Ничего себе, тут недалеко от Сан-Джованни сделали велосипедную дорожку. По-моему, ее не было раньше, потому что когда я работала в Глово, я сюда ездила по той стороне вниз и также здесь. Я не знаю, как ее тут вырезали. Походу, новые стафоры поставили. Вот этой части не было? Блин, я не помню. Посмотреть по старым видео. Сегодня мы приехали на море. Мы решили поехать на Кончелли, то, что после Ости. Сели на поезд на Пирамиды, доехали до конечной остановки, потом на автобус и вот сюда. Я здесь не была очень давно. Это место, в которое я приехала первый раз на море в Рим. Это было в 2014 году. Я так давно здесь не была, такие чувства. Но знаете, в чем прикол, что после того, как ты живешь все лето на море в Барселоне, ты уже приезжаешь сюда и мы полежали на пляжике. Уже я не пошла купаться, потому что мне показалось, что вода грязная. А когда я приехала сюда первый раз, это было самое лучшее место на Земле. Мне казалось, что здесь так весело. А ты все приезжаешь, здесь ничего нету, пусто. Но единственное, здесь очень хороший есть ресторанчик. Вот мы сходили туда покушать, это было очень вкусно. Я заказала себе пасту с морепродуктами. В обычной жизни я не ем пасту, я не любитель, но когда приезжаю в Италию, нужно съесть пасту именно с морепродуктами. Это было очень вкусно. Я офигела немножко от местных цен, потому что я недавно вернулась из Турции, там было все супер дешево. Здесь вроде бы отшиб города, и казалось бы, должно быть дешево, но там блюдо типа по 15 евро. Ну, в итоге мы покушали, заказали только по первому блюду, бутылку вина белого, и у нас вышло по 20 евро на человека. Цены на пиво. Бутылка пива здесь стоит 3 евро, чтобы вы понимали. Даже бутылка перони. Зато тут на пляже есть бесплатная водичка, и она даже работает. Видите, как это круто. Трактор, мусорка, какие-то развалины. Можно арендовать лежаки, но что-то никто их особо не арендует. А это на заднем фоне моя подружка Настя. У нее собственный бренд одежды, она шьет офигенные вещи. И они сейчас снимают видеоконтент для ее инстаграма. Платье, которое она сшила. Это очень круто. Поэтому, если вы в Риме хотите сшить что-то на заказ, какую-то одежду или нижнее белье, переходите на ее аккаунт. Ссылку оставлю в описании под видео. Здесь почти никто не купается даже. Уже, конечно, вечер. Обратите внимание, как курьер оставил мою посылку, мое письмо, мой паспорт. Он просто позвонил мне по номеру телефона и сказал, что привез мне письмо. Я сказала, хорошо, я спускаюсь. Я спускаюсь, его уже нету, и письмо лежит здесь на почтовом ящике. Только подумайте, здесь паспорт, который я попросила мне прислать. И если кто-то его возьмет, то это будет проблема. Но в Италии никто не парится о том, чтобы вручить лично посылку или письмо в руки. Как у нас в России, там нужно расписаться и все дела. Просто оставил и уехал. Даже не знает, нашла ли я его или нет. Я должна поехать в Россию 4 сентября. У меня билет в Москву из Рима. И когда я его покупала, я думала, что я поеду вернусь в Барселону. Потому что я из Барселоны улетела в Турцию. Думала, потом из Турции вернусь в Барселону. Соберу все свои документы для поездки в Россию. И потом поеду уже в Рим. Но получилось так, что билет из Турции в Барселону стоил почти 400 евро. Поэтому я поехала окольными путями. Через Софию в Рим. Но у меня не было моего русского паспорта. Потому что до тот момент я не знала, что я сразу поеду в Россию. Я попросила, чтобы мне его прислали из Барселоны. Есть такой сервис, называется Mailboxes. Ссылочку оставлю в описании. Мне в понедельник его отправили из Барселоны. И во вторник я уже получила это письмо. Стоила такая отправка 30 евро. Даже если вы забыли свой российский паспорт в поездку в Россию, вы можете без него спокойно обойтись. На поезд можно сесть по заграннику. Также, если у вас его где-то спросят, вы можете показать заграничный. Он также действует. Но мне для ряда действий в России необходим именно российский паспорт. Поэтому мне понадобилось, чтобы мне его прислали. Вот мой российский паспорт. Прямо в обложке прислали. Тут даже было 1200 рублей. Прекрасно. Это пригодится на такси. Я снова пришла на почту. Почты итальяне получать свои деньги от кассы интеграционной. В принципе, за этим я сюда приехала. Это одна из причин, почему я сюда приехала в Рим. Это одна из причин, почему я приезжаю почти каждые два месяца в Рим. За своими деньгами. Сегодня абсолютно нет очереди. Раньше здесь стали огромные очереди. Нужно было приходить с расчетом, что часто простоишь в очереди. А сейчас никого нет. Так что пойдемте с одиночкой. Сальвей. На почту нужно было заходить в маски. Но, к счастью, на улице уже отменили ношение масок. Поэтому я ее с удовольствием снимаю. Я сняла деньги. У меня вышло 1300 евро. Я не могу сказать за какой-то точно период. Я потом зайду в свой аккаунт и покажу вам на экране. Я думаю, что это где-то за три месяца или за четыре. Дело в том, что они никогда не присылают все эти платежи с периодичностью какой-то конкретной. Просто приходит платеж и все. Не знаю, за какой-то период. Сколько процентов твоей зарплаты. Я вообще хотела снять видео о том чисто вот эти выплаты от кассы интеграционной. Но пока не дошла до этого. Если вам интересно, то напишите в комментариях под этим видео. Я обязательно сниму видео с выплатами, как их получить, куда нужно сходить, как можно зайти на сайт INPS и проверить их поступление, их начисление. Сейчас в Италии можно заходить вовнутрь заведений, покушать в ресторан, в кафешку, только при наличии грин пасса. То есть, если у вас сделана вакцина, если вы уже себе поставили вакцину, если нет, вы можете кушать только на улице, на террасах. У меня грин пасса нет, поэтому я хожу только на террасе. Вчера я себе туда сходила. Интересно, что уже прошло столько лет, а цена на транспорт не поменялась. Все время стоит полтора евро. Метро, автобусы, там, трамвай. И мне нравится то, что, ну, немного староватая система в плане покупки билетов. Это старые автоматы, нужно закинуть монетки. С больших купюр там нет сдачи, по карте заплатить нельзя, нужно иметь наличку. Но в последнее время, когда я приезжаю, уже инновационные технологии более-менее работают. В метро можно заходить по карточке, платить бесконтактные оплаты. Вы прикладываете к турникету, и она списывает полтора евро с вас, и вы проходите. Если вдруг контроль зайдет, проверите, есть ли у вас билет. У них тоже есть аппарат, которым вы прикладываете эту карточку, и он покажет, что по этой карточке вы действительно оплатили билет. У меня карточка привязана к айфону, поэтому я просто прикладываю айфон к турникету. У меня списывается полтора евро, и я захожу. Это очень удобно. А в автобусах и в трамваях есть такое приложение, Табнет, о котором до сих пор не все знают. Также вы привязываете карточку к приложению, покупаете билеты онлайн, и когда заходите в автобус или в трамвай, активируете. И если зайдет вдруг контроль, вы просто показываете ему этот билет на телефоне. Все ссылки в описании. Это метро на Родирома. Один выход закрыли, не знаю, из-за коронавируса или из-за чего. И возле поставили прям стулья со столом. В парке на Витторио Мануэли так все организовали, поставили бар, какие-то закуски, напитки. Поставили столики. Рим преображается. Раньше здесь такого вообще не было. Здесь был парк для наркоторговцев, для тех, кому не где спать, и для всякой нечисти. А сейчас здесь прям так все обустроили. Все есть для людей, молодцы. Проводят какие-то мероприятия, повесили программу, установили кассу. А тут установили вот зрительный зал и сцену. Здесь проходят всякие концерты для людей. До 12 сентября это продлится. А сейчас я иду на вилла Боргезе. Знаете зачем? Я иду заниматься йогой. И я хочу обязательно вам посоветовать контакт этой девушки. Ее зовут Настя. Она потрясающий преподаватель йоги. Она профессионал своего дела. Она такая крутая. Вы просто не представляете, какая у нее энергетика. Вот здесь вот ее инстаграм. Ссылку оставлю в описании под видео. Если вы живете в Риме, обязательно приходите. На одно занятие просто попробуйте. Потом вы в нее влюбитесь и не сможете жить без йоги. Очень важно, что это не реклама. Это реально контакт, которым я хочу поделиться. Поэтому берите на заметку и обязательно свяжитесь с ней. Я пошла в торговый центр, чтобы посмотреть, пускают ли туда без гринпасса. Сейчас же есть гринпасс, если у вас вакцина поставлена. В итоге в торговый центр можно заходить спокойно, без всяких гринпассов обычных. А вот, допустим, я пошла в Макдональдс. Мне спросили, внутри или с собой. Я говорю, можно внутри? Она говорит, можно, но если у тебя есть гринпасс. Я такая, а, ну ладно, тогда на вынос. И, ну вот, на вынос мы дали Макдак. Я пошла его есть на улицу возле торгового центра. Вот так выглядит торговый центр. Это Чини Чита. Вот здесь я пришла покушать. Сейчас съем. Поем, пойду дальше по магазинам, похожу. Хорошо, что хотя бы, что для похода в магазин не нужно приобретать гринпасс. Но если вам нужно сходить в какой-то бар, какой-то ресторан срочно, и у вас нет вакцины, вы можете пойти в любую аптеку, сделать быстрый тест. Он стоит где-то около 20 евро. Он дается на 48 часов. И с этим тестом вам можно сделать гринпасс на 48 часов также. С ним пойти куда-то. Также, если вы захотели сходить в музей, например, в Колизей, туда сейчас не пускают без гринпасса. Поэтому идете в аптеку, делаете тест, на 48 часов вам дают гринпасс, и вы спокойно ходите куда хотите. А если вы хотите упростить себе жизнь, просто пойдите, сделайте вакцину, если вы не боитесь ее побочных действий. Система примерки. Вот такие вот боксики. Берешь носочек, одеваешь, меряешь, потом выбрасываешь сюда все кроссовочки. Это футлокер. Если вам понравился этот мини-обзор об обстановке в Риме, поддержите меня, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк этому видео, и увидимся с вами в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok